Добрый день, меня зовут Пашко Евгения Юрьевна. Я заведую отделением эндокринологии в Боткинской больнице. Работаю здесь, помимо этого, еще старшим научным сотрудником и еще работаю на кафедре эндокринологии Ромапо-доцентом. Везде работаю. И находимся мы с вами как раз в Боткинской больнице. Евгения Юрьевна, тема сегодняшнего эфира – это сахарный диабет у взрослых. Вот вначале я вас попрошу нам рассказать, для тех, кто не знает, что вообще из себя представляет сахарный диабет, что это за заболевание. Ну, на самом деле, заболевание, которое очень легко диагностировать – это хронически повышенный уровень глюкозы крови. Люди его просто называют сахар. Вот если мы с вами выявили два раза этот самый сахар в крови больше семи, просто сдавай в лаборатории натощак анализ крови. Если вы при этом не болели ничем, у вас не было недавно травм, нет повышения температуры, то есть никаких причин для того, чтобы сахар повысился, или вдруг при случайном обследовании в любое время дня сахар больше 11,1, или такой интересный показатель, как гликированный гемоглобин в диабете больше 6,5, мы говорим о том, что это сахарный диабет. То есть это хронически повышенный уровень глюкозы крови. И нужно понимать, что это очень важно, что вам может показаться, ну что такое. В норме он должен быть до 6,1, у вас 7. Но, к сожалению, глюкоза, которая является основным источником питания для наших клеток, когда ее становится больше, чем нужно, она становится ядом. И именно поэтому у нашего организма есть очень мощная система контроля глюкозы. И если она ломается, если сахар становится выше нормы, то тогда это сахарный диабет, который обязательно требует коррекции. Каковы причины возникновения сахарного диабета у человека? Ну, на самом деле это очень зависит от типа диабета. Мы классически знаем два варианта сахарного диабета. Первого типа и второго типа. Сахарный диабет первого типа – это ситуация, когда у человека совсем нет инсулина. То есть его иммунная система, которая должна защищать его от врагов, вырабатывать антитела против бактерий, вирусов, грибов, которые поступают в организм, вместо этого начинает вырабатывать антитела против клеток его поджелудочной железы. И съедает их, убивает очень надежно. И в такой ситуации у человека совсем нет инсулина. Это аутоиммунное заболевание, которое запускается часто после вирусных инфекций. И это случайность. То есть говорить, что у нас никогда в семье диабета не было, в такой ситуации неправильно. Это, знаете, как молния попадает в дерево. И это случайность. Вот так же и диабет первого типа. Есть еще диабет второго типа, который возникает с возрастом. Вот к нему есть наследственная предрасположенность. То есть, как правило, это диабет такой взрослых, пожилых. И пациентов, когда спрашиваешь, болел ли кто-то у вас в семье диабета, ну да, вот бабушка заболела, но она уже пожилая была. Вот как раз этот наследуется с большой долей вероятности. И там проблемы связаны с тем, что с течением времени ткани начинают плохо чувствовать инсулин. То есть, инсулин есть, но он не снижает глюкозу. И, собственно говоря, наше лечение как раз направлено на преодоление этого барьера. А что страшнее, диабет первого типа или второго для человека, что более пугающе? Тут нет такой истории, что более пугающе. Просто диабетом первого типа могут заболеть и маленькие дети. И это диабет, который лечится только инсулином. Да, если мы говорим, что при диабете второго типа мы, как правило, начинаем с таблеток, это не то, что удобнее, более привычный вариант лечения. Потому что колоть себя не всегда такая комфортная история. То диабет первого типа лечится только инъекциями с первой болезни. Там нет другого варианта лечения, потому что там нет своего инсулина. И мы можем человеку только предложить терапию инсулином. А он всегда инъекционный. Пока белковые препараты по-другому в организм ввести не может. Относительно этой темы у меня такой вопрос. На прошлой неделе знакомый попал в больницу, в реанимацию. Причем, когда я спрашивала супругу, какие симптомы были, она говорит, боль в желудке. Желудок, живот. Его забирают в больницу. И тут, представляешь, диабет. В 35 лет он говорит, как такое может быть? И рана на ноге. У него была просто какая-то царапина, ссадина. Не заживает. Как такое возможно? Вот возможно. К сожалению, возможно, это как раз тот самый диабет первого типа, который раньше мы рассматривали как детский. Теперь рамки между детскими и взрослыми болезнями, к сожалению, размылись. И диабет первого типа может стартовать и в 35, и в более пожилом возрасте. Вот сейчас после ковида мы, видимо, в 60 и в 65 лет классический сахарный диабет первого типа. Именно поэтому у молодых хирургов обязательно обучаемся симптомам диабета. То есть, действительно, пациент приезжает с болями в животе, как правило, его показывают хирургу. Но у хирурга тоже в голове должно звякнуть, что такая история может быть и в дебюте сахарного диабета. Вот как раз того самого первого типа. Ещё раз, который мы раньше считали детским, а теперь мы, врачи общей практики, сталкиваемся с ним достаточно часто. Про симптомы вы сказали. Каковы симптомы сахарного диабета? Вот первого типа. Ну вот если мы говорим о первом типе, который в классическом варианте развивается достаточно мурно, то это, как правило, симптомы очень высокого уровня глюкозы. Это учащённая моча и спускание, в том числе ночное. Это повышенная жажда, сухость во рту. Это постоянный голод и при этом снижение веса. Что логично. Глюкоза не поступает в мышцы и, соответственно, и вообще в ткани. Соответственно, мы расщепляем собственные жиры и мышечную ткань. Помимо этого, с течением времени, из-за того, что из-за дефицита глюкозы расщепляются собственные жиры и накапливается при этом ацетон, появляются, собственно говоря, те симптомы, с которыми ваш друг попал в больницу. Это боли в животе, это затуманенное такое сознание, это очень частое дыхание, отдышка. Но это острая ситуация. Вот если мы говорим о сахарном диабете второго типа, который у пожилых, то это заболевание, которое как ни драматично, диагностируется обычно в среднем через 5 лет после дебюта. Потому что начинается настолько плавно и постепенно, а человеческое тело глюкозу меньше 12, как вот такой сигнал тревоги не воспринимает. То есть мы видим, что у пациента сахар 10, и это, конечно, диабет, он возник не вчера, а его ничего не беспокоит, потому что это очень медленно, плавно и постепенно. И в такой ситуации тоже могут в результате возникнуть жалобы и на слабость, и на сухость во рту, но чаще всего это не заживающие ранки, это зуд жжения при мочеиспускании, это какая-то слабость, это плохой запах кожи, это появление каких-то грибковых инфекций кожи, ногтей, которые не поддаются лечению. Очень специфически. Именно поэтому все-таки хотя бы пару раз в год нужно сдавать анализ крови на глюкозу. И сразу еще хочу сказать, очень многие пациенты говорят, что вот там у моего соседа есть глюкометр, я периодически им пользовался и так далее. Глюкометр ни в коем случае не может быть прибором для диагностики. У него очень большая погрешность. И это заложено, собственно говоря, в идею глюкометра. Это не калькулятор, он не точный. И это не лабораторный анализатор. Он показывает приблизительно. Поэтому он может здорово ошибиться. И имея даже заболевание, вы его по глюкометру не поймаете. Как происходит диагностика сахарного диабета вот в Боткинской больнице? Ну, мы диагностикой-то особенно не занимаемся. Мы, как правило, уже имеем людей с установленным диагнозом, которые приезжают к нам для коррекции лечения. Но если вдруг такой пациент попадает случайно по скорой в больницу, у нас на входе сразу в приемном отделении всем берется достаточно большое количество анализов крови. И в этом списке всегда присутствует глюкоза. То есть если мы видим, что глюкоза повышена, и у пациента нет упоминания о сахарном диабете, к ним обязательно приходит консультант-эндокринолог. Мы назначаем это обследование. Мы подбираем терапию. Мы какие-то базовые вещи пациенту объясняем. И, конечно, даем рекомендации уже на амбулаторный этап. Евгения Юрьевна, а расскажите про то, насколько опасно ли вообще это заболевание. Если опасно, то насколько. Вот если его не лечить. То есть человек говорит, ну да, повышена у меня там глюкоза. Ну, у меня нет никаких симптомов. Мне ничего не беспокоит. Ну, это на самом деле самое ужасное. Потому что хоть диабет так и не называют, это действительно, можно сказать, такой ласковый убийца. Потому что этот хронически повышенный уровень глюкозы, он, к сожалению, очень портит сосуды. Все. И сосуды почек, и сосуды глаз. Но что куда хуже для людей, особенно возрастных, это сосуды сердца, сосуды головного мозга. И поэтому, если, скажем, у курильщика бляшки в артериях сердца, они образуются локально, и мы в эту бляшечку, там, где она сужает сосуд, поставили стенд, и человек опять здоров. То при сахарном диабете эти бляшки равномерно сужают просвет сосуда. И, собственно говоря, когда у пациента появляются неприятные ощущения, загруденные боли, мы говорим о том, что это ишемическая болезнь сердца, и делаем коронарографию, мы видим, что все сосуды сужены, и даже стенты поставить невозможно. И тогда пациенту, конечно, нужны более серьезные варианты лечения коронарных сосудов. То есть есть такой абсолютно подтвержденный факт, что, скажем, если взять двух людей 60 лет, один болеет сахарным диабетом, а другой нет. То вот тот, который болеет, проживет на 10 лет меньше, чем тот, который не имеет сахарного диабета. Это действительно болезнь, которую некоторые рассматривают как сердечно-сосудистую. Поэтому не лечить его ни в коем случае нельзя. И даже если вам кажется, что вам сахар не мешает, иногда можно услышать удивительные вещи, что для меня моя норма – это сахар 12-14. То есть то, что вы его не чувствуете, не знаете, что он никак вам не вредит, к сожалению, медленно, незаметно он портит сосуды, и потом мы уже не к эндокринологу идем, а к кардиологу или в ситуации сосудно-головного мозга к неврологу и так далее. Чем течение данного заболевания у взрослого человека отличается от детей? Есть какие-то различия? Несомненно, есть. Просто в силу того, что типы диабета, как правило, разные. У детишек это чаще диабет первого типа, когда мы колем инсулин. Хотя сейчас все меняется. Если, скажем, 25 лет назад, когда я пришла в эндокринологию, диабет второго типа у детишек это была редкость, то сейчас, к сожалению, в связи с распространением ожирения, фастфуда, не очень правильного образа жизни, детей с сахарным диабетом второго типа тоже стало немало. И та же самая история со взрослыми. Если раньше взрослые, да, это была, как правило, старшая возрастная группа, и это был сахарный диабет второго типа, то сейчас мы видим огромное количество пациентов с сахарным диабетом первого типа. Поэтому тут просто вопрос соотношения типов болезни. Но мы-то с вами, понимаете, вот так вот затрагиваем только самые распространенные. Вообще, если посмотреть классификацию диабета, вариантов его огромное количество. Сколько примерно? Я думаю, что это будет, наверное, вариантов 25. Потому что это бывают вторичные варианты сахарного диабета на фоне каких-то болезней, да, там генетических, например, на фоне муковисцидозы, гемохроматозы. Они нечастые, но они тоже встречаются. На фоне приема каких-то препаратов, да, есть пациенты, которые вынуждены принимать брюкокортикоиды. Пациенты с бронхиальной астмой, пациенты с ревматическими заболеваниями. На фоне приема этих препаратов тоже очень грубо нарушается углеводный обмен. Это такие уже вторичные типы сахарного диабета. Может быть, на фоне заболеваний поджелудочной железы. Скажем, люди, которые злоупотребляют алкоголем, у которых бывает периодически воспаление поджелудочной железы, панкариотиды, тоже с течением времени могут получить сахарный диабет. То есть здесь много-много всяких вариантов, более редких. Ну и, конечно, чем человек старше, тем вот этот дифференциальный диагностический поиск больше. А существуют ли какие-то предпосылки, по которым можно вот заподозрить у себя сахарный диабет? Не знаю, может, ранка плохо заживает или вот что-то такое бытовое? Так можно параноиком стать, если у себя искать постоянно сахарный диабет. Но реально, да, плохое заживление ран. Опять же, вот этот зуд жжения при мочеиспускании. Какие-то очень часто, очень долго текущие инфекционные заболевания, которые ну никак не проходят. Должен остораживать также такой признак, как ночное или учащенное мочеиспускание. Когда человек вдруг стал просыпаться по ночам, писать и понимает, что ему желательно держать около кровати бутылку воды, потому что постоянно сохнет рот и нужно что-то выпить. Но это очень неспецифические симптомы. Очень. У детишек более бурно, более ярко. Они худеют, они пьют много воды, они плохо себя чувствуют и так далее. Кстати говоря, боли в ногах тоже могут быть симптомами. Но просто, понимаете, еще раз, они все эти симптомы очень неспецифичны. То есть, да, причин болей в ногах я вам могу прямо сейчас назвать штук 20, что это может быть. Но когда это все вот так вот в комплексе, да, можно заподозрить. Но большинство пациентов, которые к нам поступают, которые имеют установленный диагноз, самая их частая жалоба – это слабость, быстрая утомляемость, это какие-то проблемы, связанные с повышенным, как правило, аппетитом, с не очень хорошим контролем артериального давления и, по большому счету, уже с осложнениями. Ножки болят, ножки немеют, ночью невозможно найти им место. Вот так. На самом деле, те симптомы, которые вы описали ранее, вот сухость во рту, худоба, они все были у моего знакомого, вот который в итоге попал в реанимацию. Уже поставили диагноз сахарный диабет. Вот риски развития сахарного диабета у кого выше? У того, у кого в роду были диабетики? Или это уже не имеет значения? Это имеет значение, несомненно. Потому что человек, у которого есть генетика сахарного диабета, это, как правило, этот возрастной диабет второго типа. Он все время вынужден плыть против течения. Потому что мы с вами понимаем, что наследственность бывает разная. Да, мы можем дать ей реализоваться, а можем попытаться что-то сделать. Поэтому, собственно говоря, если человек, у которого родственники болели сахарным диабетом второго типа, ведет малоподвижный образ жизни, не следит за своим питанием, набирает вес, скорее всего, у него этот диабет будет. А если этот человек занимается спортом, он вкладывается в свое здоровье, он задумывается над тем, что он кладет в рот, большая доля вероятности, что ему удастся этого избежать. Потому что наша наследственность, ее можно поменять в ту программу, которая заложена. И это большое счастье. Потому что это феномен, который называется изменчивость. Еще раз, правильный образ жизни творит чудеса. И когда мы говорим про 10 тысяч шагов в день, про ограничение углеводов в пище, это не для того, чтобы испортить настроение, и кому-то там, да, но опять снова здорово, мы это слышали тысячи раз. Это работает. Самое видное, что это вообще единственное, что работает. Данное заболевание, оно как вообще повлияет на повседневную жизнь человека? Вот если ему поставили сахарный диабет в 35 лет, что после этого? Ну вот ту историю, которую вы рассказали, это вероятнее все сахарный диабет первого типа. И он, конечно, здорово меняет жизнь. Я не буду тут рассказывать, что до чего в этом такого. Меняет, да. Но с другой стороны, для того, чтобы, собственно говоря, прожить ту жизнь, которую хочется, и оставить все те активности, которые есть, оставить себе хороший прогноз, нужно немножечко поменять то, как ты живешь. И это включает обязательное измерение сахара крови. Да, оно входит в жизнь пациента с диабетом. Скажем, пациент с диабетом на инсулине, если он прекрасно компенсирован, он должен контролировать сахар крови не менее 4 раз в день. Второе, что он должен, это учитывать углеводы пищи, потому что именно углеводы в большей степени повышают сахар крови. То есть он не просто смотрит, да, я съем мясо с салатом и картофельным пюре, а я съем 5 хлебных единиц. Он должен прикидывать, сколько там углеводов. Это несложно. Это математика для 3-го, там, 2-го класса. Этому легко очень обучиться. И перед каждой едой он должен колоть инсулин. Это, наверное, самая, ну, такая неприятная опция, которая есть. Да, и к вопросу о том, можно или нет, потом будет перейти на таблетки. К сожалению, если свой инсулин перестал вырабатываться, да, заново клеточки, которые его вырабатывают, не вырастут. И это лечение пожизненное. То есть с диабетом 1-го типа? Да, при диабете 2-го типа основная задача, это, конечно, движение и питание. И вообще, знаете, как говорят, болеть диабетом, это как ездить по оживленной трассе. Главное знать правила. Знать и соблюдать. Да, если вы поедете по встречке, вы попадете в аварию, это неизбежно. То же самое и здесь. Если у вас есть сахарный диабет, и вы, собственно говоря, кладете сахар в чай и не хотите отказываться от булочек, прогноз ваш не очень. И разговоры о том, что, ну, видеть пациенту с диабетом можно есть все, если он хорошо компенсирован, ну, не совсем так, да. Есть определенные правила, которые жестко должны войти в жизнь. Можно ли каким-нибудь образом предотвратить данное заболевание, может быть, там, в раннем возрасте, или, например, женщине, будучи беременна, чтобы у ее плода не было сахарного диабета? Прекрасный. Прекрасный вопрос. Профилактика наше всем. На самом деле, если мы задумываемся о будущем своих детей, то обязательно грудное вскармливание. Грудное вскармливание первые полгода защищает от развития диабета. По крайней мере, первого типа. Фантастическое было исследование когда-то проведено в Финляндии. Это было уже лет 40 назад. Финны, они вообще рекордсмены по сахарному диабету первого типа. Так вот, там взяли мам, у которых детки болели диабетом первого типа, и тех, у которых не болели. Им дали анкету, где было все, включая, каким они порошком пользуются, что они едят на завтрак, на обед, на ужин. И оказалось, что они друг от друга ничем не отличались, кроме одного. Те, у кого детки болели с сахарным диабетом, не кормили грудью. И, собственно говоря, потом выяснилось, что действительно белки коровьего молока у предрасположенных детей могут запускать вот эту аутоиммунную реакцию, которая приводит к сахарному диабету. Поэтому грудное вскармливание – это вещь. Если мы говорим о профилактике диабета второго типа и ожирения, а, к сожалению, тот диабет, которым ребеночек может заболеть, там, когда ему будет лет 35-40, диабет второго типа, он тоже закладывается внутриутробно. Это, конечно, следить за уровнем глюкозы крови. И если поставлен диагноз гестационного сахарного диабета, женщине обязательно нужно включить голову и перестроить свое питание. Потому что если ребенок родился весом больше 4 килограмм, это очень плохо. У такого ребенка очень высокие риски ожирения и диабета во взрослом возрасте. Это значит, что внутриутробно он получал слишком много глюкозы. Детки толстеют только от глюкозы. А это активирует у него те гены, которые потом, через 35-40 лет, приведут его к ожирению и сахарному диабету. Поэтому мне иногда приходится смотреть дневники питания беременных женщин. Это ужасно. Это просто катастрофа, что люди едят совершенно не задумываясь, что это все, что получит ребенок. Пустые, бессмысленные, ненужные калории. При этом чай с печенками различными, чипсы, картофельное пюре, которое совершенно катастрофично повышает уровень глюкозы, крови. А в основном это, конечно, избыток простых углеводов. То есть идея есть за двоих, она, к сожалению, в голове сидит крепко. И поэтому это приводит к тому, что, конечно, ребенок получает слишком много сахара, который беспрепятственно проходит через плаценту. Евгения Юрьевна, нам поступил вопрос от Олеси. Год и 10 месяцев кормила грудью ребенка, а в 12 лет он заболел сахарным диабетом первого типа. При этом вроде никто не болеет сахарным диабетом. Да, но понимаете, какое дело? Мы говорим только о снижении риска. Никаких гарантий это не дает. То есть те, кто кормит грудью, их дети реже болеют сахарным диабетом. Но все-таки, к сожалению, тоже болеют. Это вот к вопросу о том, что действительно это стечение обстоятельств. Не обязательно, чтобы в семье кто-то болел таким вариантом сахарного диабета. Еще раз, это всегда, можно неправильно так говорить, но это вариант не повезло. То есть мы всегда найдем какую-то генетическую причину, инфекционную причину, что угодно. Но это случается не со всеми. Есть люди с таким же генетическим набором, у которых при этом не будет сахарного диабета первого типа. Поэтому защищает, но не страхует на 100%. Евгения Юрьевна, а расскажите, о чем чаще всего вас спрашивают на приеме пациента с выявленным диабетом? Впервые. Можно ли от этого вылечиться? Понятно, что каждый человек надеется, что это какая-то случайность, это сбой, это пройдет. И тут нужно, конечно, очень честно развеивать все иллюзии, потому что нужно понимать, с чем мы столкнулись. Опять же, если у нас на приеме человек очень толстый, с первоевываленным сахарным диабетом второго типа, то у него есть шанс войти в то, что называется ремиссия сахарного диабета. Диабет неизлечим, к сожалению, но тем не менее. Если мы убираем основную причину, огромное количество жировой ткани, которое мешает пациенту инсулину работать, и пациент, соответственно, имеет нормальный сахар крови. Вот если человек весом килограммов 130, худеет килограммов на 20, у него есть шанс, потом, поддерживая этот вес и нормально питаясь, без таблеток иметь нормальные сахара. Но как только он растолстеет, как в сказке про золушку, карета превратится в тыкву, сахарный диабет вернется. Вот, кстати, про полноту. Полный человек – это всегда диабет? Нет. Есть такой миф, да. А сладости – это всегда прямая диабет? Прямая дорога к диабету? Тоже нет. Вот не поверить и нет, но тем не менее, после определенного возраста все-таки нужно задумываться о количестве углеводов, которые поступают с пищей. Поэтому в разумных пределах все допустимо. Скажем, если ребенок, который интенсивно занимается спортом, ест много углеводов, в этом нет ничего плохого, потому что его работающие мышцы, эти углеводы все съедят. А если это, понимаете, полный человек лет 55, который ведет малоподвижный образ жизни, и вечером у него чай с пряниками, то это приведет его к ожирению и может привести к дебюту сахарного диабета. Но, конечно, это не линейная зависимость ни в коем случае. Вы говорили про пациентов из региона, что они часто к вам сейчас обращаются. Вот расскажите, с диагнозом сахарный диабет, они к вам обращаются с какой целью? Чтобы что? Провести профилактику? Ну, видите, какое дело, у нас же стационар, и поэтому стационарное лечение, оно в основном для того, чтобы подобрать терапию или скорректировать терапию. Чаще всего это инсулинотерапия или подбор такой многокомпонентной, да, таблеточки с инсулином, и выявить осложнение. Потому что где-то там лет через 10-15 от дебюта диабета у пациента есть много осложнений. Это действительно нужен и офтальмолог, и невролог, и УЗИ сосудов, и специальные анализы, которые не всегда удобно и легко пройти по месту жительства, особенно в регионах. У нас мы все это делаем достаточно быстро, компактно, в рамках ОМС и так далее. И пациенты могут к нам приехать по проекту «Москва – столица здоровья» из регионов и, соответственно, получить абсолютно бесплатное, обязательно всегда это подчеркиваю, в полном объеме лечения, которое включает и лечение, и профилактику, и обследование. То есть это такая коррекция терапии, да? Это коррекция терапии, и это по большому счету путевка в жизнь. Потому что мы даем пациенту рекомендации по лечению, по дальнейшему обследованию, по наблюдению профильных специалистов, по самоконтролю, ставим мы цели лечения, по сахару, по давлению, по холестерину. То есть у нас выходит, имея готовый план действий на все случаи жизни, с учетом всех болезней, которые мы у него вывели. И вернемся еще к вопросам, таким мифам. Можно ли лечить сахарный диабет таблетками или травами самостоятельно? Ну, смотрите, травами, наверное, все-таки нет. Точнее, я лучше скажу, точно нет, а также точно нет удивительными БАДами, которые рекламируют иногда, к сожалению, очень известные люди. И это на самом деле драматично, потому что, конечно, они вызывают доверие. Вот, это можно использовать только как дополнение к лечению. Также не лечится только диетой. Рассказывая о том, что я так мало ем и так далее, все равно заболеете, сахар потом поднимется от 20, попадете в реанимацию, мы тоже это видим достаточно регулярно. Вот, если это диабет первого типа, который, да, по сути своей не может лечиться таблетками, то, соответственно, там только инсулинотерапия, сахарный диабет второго типа таблетками лечится, а травы, что называете, завариваете и запиваете ими таблетки. Может ли человек вылечить диабет самостоятельно? Или может данное заболевание вот с возрастом пройти? Там обнаружили в 12 лет, а потом он спортом занимается? Нет, 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 нет. Оно не проходит само, особенно если это у ребенка. И даже не надо на это надеяться, и самое главное, не стоит искать альтернативные методы лечения, если это сахарный диабет первого типа. Да, рассказы о том, что натуропаты, нутрицептики, мы иногда видим жуткие совершенные истории, потому что вот некоторые мои доктора состоят в чатах врачей вот этой альтернативной медицины, и там действительно попадаются истории, когда они друг другу советуют, как полечить диабет первого типа. Но это ужасно. Ванночки с хлопьями магния, употребление в еду муки зеленого банана и прочие фантастические вещи, которые, к сожалению, приведут к очень драматическим последствиям. А если есть продукты, содержащие фруктозу, то можно не заболеть сахарным диабетом? Или человек так боится им заболеть? Нет, вообще фруктоза – это очень токсичное вещество в большом количестве. Оно повреждает центральную нервную систему. И, кстати, американцы, у меня попадалось одно из исследований, пришли к выводу, что у них такой интеллектуальный уровень подростков снижен из-за того, что они употребляют очень много напитков, содержащих фруктозу. Поэтому фруктоза, она, во-первых, тоже повышает сахар крови, во-вторых, она еще более калорийна, чем глюкоза, и на сегодняшний день она не является ни сахарозаменителем, ни методом профилактики диабета, ни вообще полезным продуктом для кого бы то ни было. Вера задает вопрос, как часто измерять сахар необходимо? Если вы болеете сахарным диабетом, то это зависит от вида лечения, который вы получаете. Если у вас подобрана терапия пероральными сахароснижающими препаратами, таблетками, то мы измеряем сахар крови один раз в день в шахматном режиме. Скажем, понедельник перед завтраком, вторник через 2 часа после завтрака, среда перед обедом, четверг через 2 часа после обеда, пятница перед ужином, суббота через 2 часа после ужина и воскресенье на ночь. Если вы на инсулинотерапии, то минимальное количество измерений 4 раза в день, перед каждым приемом пищи и на ночь. Если у вас плохой контроль диабета, декомпенсация, или вы заболели, сахара растут, или что-то с вами происходит, вы видите, что сахара не целевые, вы меряете чаще перед каждым приемом пищи, через 2 часа после него, и, соответственно, с этими сахарами уже обращаетесь к своему врачу. Спасибо за такой подробный ответ. Еще интересный вопрос из разряда «мифы, не мифы». Людям с сахарным диабетом нельзя заниматься спортом. Это правда? Это миф. А у нас даже есть, собственно говоря, на школе диабета такие мотивирующие слайды про профессиональных спортсменов, олимпийских чемпионов, футболистов, лыжников, бобслистов, наверное, бобслисты они будут называться, которые занимаются профессиональным спортом. Как раз мы мотивируем на то, что физическая активность, она крайне важна, и более того, обучаем, как адаптировать лечение, терапию сахарного диабета к физической активности. Особенно это, конечно, важно для пациентов на инсулинотерапии. И последний вопрос от Веры. Какие заменители сахара Вы посоветовали применять? Ну, не фирма. Прекрасные. Да, я понимаю, прекрасно. О чем вопрос? Ну, на самом деле, раньше у нас были с вами цикломат аспартам. Цикломатом нельзя пользоваться. Это очень ядовитое вещество. Можно в небольшом количестве использовать аспартам. Можно использовать стевию. Можно использовать эритрит. Евгения Юрьевна, хотелось бы в конце, чтобы Вы дали совет нашим подписчикам, Вашим будущим пациентам, которые из региона смотрят данный прямой эфир. Совет от эксперта в части именно темы сахарного диабета. Ну, что могу сказать? На самом деле, в отношении сахарного диабета нужно понимать, что это не болезнь. Да, собственно говоря, как только она появилась, стало понятно, что это образ жизни. И первые рекомендации, которые мы даем, это движение и питание. Это половина успеха. Ни одна чудо-таблетка, да, ни одни там какие-то самые инновационные методы лечения, методы контроля глюкозы не помогут в ситуации, если нет контроля вот этих двух ключевых составляющих образа жизни. Поэтому думайте над тем, что вы для себя можете сделать ничуть не меньше, чем врач-эндокоренолог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова